Ну, как-то так. Ну, как-то так. Куда мы приехали? Мы приехали в Агаповку. Почему мы сюда приехали? Почему мы приехали в Агаповку? Потому что наверняка рядышком с Агаповкой можно рыбку порыбачить, да. А еще можно чуть-чуть дальше приехать, и рекла, ну, прямо вот туда, на юг. И там, в принципе, рыбка-то вот такая. Почему мы приехали сюда? Потому что мы приехали сюда, а расстояние до Судова не такое уж и большое, если честно. Расстояние до Судова это ровно 10 минут езды. Я посмотрел и доехал. Я бы не в каждый город, в магнитогорский магазин бы приехал бы так уже быстро. Тут легко и просто. Ладно, хоть там бездная дорога есть. Приезжаем сюда и берем то, что нужно для нас, естественно. А как еще по-другому? Ах, любитель я монтажа и съемок. И пока в ненаглядных моих круговых панорамах вы сможете насладиться удовольствием от увиденного, я в итоге сообщу вещь интересную, вещь главную. Мы когда-то хотели показать и сделать основу жизни, но кто-то сделать это может и сейчас, когда смысл жизни, я не говорю, что он плох, и это рыбалка. Вот здесь, в Агаповке, вы смысл жизни хозяина и видите. Такая штука у нас была. Такая штука, в первый раз с такой штукой я познакомился в 1997 году, когда мы поехали в Соединенные Штаты Америки. Нам там все дело выдали. Вот в таких термопорах был большой немножко, но сейчас и это хорошо. Вот эта штука вообще для вас явно необходима. Куда приехать, до сюда вообще в принципе доехать легко и просто. Я быстрее сюда доезжаю, чем иногда с вокзала еду чуть подальше, туда, где там совсем не очень хорошо. То есть выскакиваешь спокойненько и приезжаешь сюда. Агаповский рынок. Вот такие термобоксы. Я себе 100% такую штуку возьму, потому что мы поедем далеко. А я сюда положу то, что должно быть, и оно будет всегда холодным, потому что здесь идеальный вариант для длительного хранения ваших вещей. Но в принципе это и для зимы тоже неплохо. К слову, одни когда-то мною любимы. И барани, да и сейчас я бы с удовольствием вернулся к рыбалке. Потому что сейчас-то не совсем 80-е годы прошлого века. Хотя по сути и тогда и сейчас рыбалка вызывала у меня больше удовольствия. Потому как рыбой кормились мы всегда. А удовольствие даже от непойманной рыбы всегда интересное. Хотя постойте, в прошлом году мы вместе с сыном рыбачили на Урале. И клево это было, и клев был. Агаповка. Рынок. И вы это место знаете. Вы сюда приезжаете, покупаете. К слову о том, я люблю вообще. Рыбаловство. Я сам очень хорошо рыбачил в детстве. А скоро у нас еще будет праздник. 14 июля, день рыбака. Ах! Какая-то тема красивая. К сожалению, мне сейчас не дали времени, чтобы я занимался. А я бы хотел, конечно, этим делом заниматься. Потому что в свое-то время в Миндяке я многих удивлял. А затем уже, взяв спиннинг, я сам умудрился разочек штук и 4 щучки вытащить. Вот это было интересное, что как слово о том, почему мы не ходим на рыбалку. Это, кстати, очень зря. Я тут беседую со всеми товарищами, которые занимаются продажей рыбы. И говорю, что вот это нам бы сейчас и необходимо было бы, потому что у нас нет йода. Ну да, до океанов тут малости. Далековато, да? Особенно с Магнитогорском. Но, тем не менее, у нас есть обыкновенная рыба. И вот за этой рыбой, за товарами для рыбы приедете сюда. Потому что вы понимаете, что, в принципе, здесь и для пенсионера есть тоже. Итак, у нас скоро день рыбака, правильно? Да. Что вы сможете предложить для наших замечательных рыбаков южноуральских? На день рыбака мы будем дарить крючки овноровские, японские, очень хорошие каждому рыбаку. И делать скидки 10% на удочки и леску, и прикормку. То есть можно говорить, что приезжают сюда и жители города Магнитогорска, потому что располагаемся-то вообще практически рядышком, да? Ровно 10 километров, не более того как. Да-да-да, можете приезжать с Магнитогорска, с близлежащих сел. Мы всех ждем, всех будем рады видеть, всех одарим подарками и хорошим настроением. И самое лучшее понимать, что даже и не для специалиста здесь сделают идеальный вариант. Что будет со специалистом? Но давайте определимся, специалисты есть, есть они. Но почему рыбалка не для всех? Потому что в процедуре выловленной любой рыбы мозги у вас на 100% отвлекаются. Уж поверьте мне, думать о бытие как-то не хочется, потому как наше бытие всех достало. Так, ну вот теперь самая интересная часть. То есть я отсюда уйти не могу по одной простой причине. Мне тут объяснили то, что мне необходимо взять. Клево, я просто обалдею от этих вещей. Проходите, проходите, не беспокойтесь. Видите, люди идут. Где люди идут и куда люди идут? Павильон рыбалки, пучок, который располагается на Агаповском рынке. Вот. Почему мне это нравится? Потому что я люблю рыбалку. И меня тут кое-что собирают. Красиво, что-то собирают. Но с другой стороны, рыбалка, это же не всегда дивное удовольствие. Когда у вас будет рыбка. Ну, такое иногда случается, что порабачили, сделали и что-то не получается. Но когда у вас есть палаточка, когда у вас есть стульчики, когда у вас есть недорогие мангалы, это же другая часть удовольствия. То бишь, самый недорогой мангал 250 рублей. Даже есть за 200 рублей. В принципе, на несколько, может быть, на сезонах хватит. А потом уже, ну, тоже не сильно материальский красивенький. А, естественно, потом отдадите на переплавку. Вот она тема-то. Вот она тема красивая и ровная. Да, на чем я сижу? Я сижу на стульчике, который здесь, в принципе, также недорого стоит. И на этом стульчике есть такая примочечка. Это для нас, мужиков. Понимаете? Присел на нее спокойненько, надел теплое обмундирование и сидел и получал дивное удовольствие. Ну, а пока все это дело делается. И пока у вас есть костер, ну, потому что, почему бы на рыбалке вы себе не смогли бы костерчик сделать? По одной простой причине. Рыбочку выловили свеженькую, 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 свеженькую. И получили качественную ху. А пока она готовится или вообще, можно другие вещи. Знаете, что сделать? Вот есть замечательный коптильник. Вот здесь есть все и для копчения тоже. Положили и закоптили. Или рыбочку закоптили. Или свининку. Но не все же свининку едят. Хотя, в принципе, те, кто занимается рыбалкой, похоже, у нас все свининку едят. А все остальное 320 рублей котелок. Причем котелочек-то весьма интересный. Открываете его спокойненько. Вот. Емкость-то там не маленькая. К слову, он еще и специально сделанный для вас. Клево. Да-да-да-да. Вот. Тут, пшу. Я так понимаю, под литр хватит. Под литр еды вкуснейший. Да. Клевая тема. Ну и, естественно, здесь есть все, что вам необходимо. Горелочки, пожалуйста. Ну, не получается. Или вы не хотите что-то, чтобы подгорелось. Да? Ну, зачем? Поставьте горелочку. Есть маленькие баллончики. Также с баллончиком вы заводите. Все красиво делаете. Ну, естественно, это не будет для копчения. Но, тем не менее. И все остальные вещи здесь тоже есть. К слову о том, что я бы сюда приехал для тех, кто хочет отдыхать. Да, конечно, мы хотели бы съездить за границу. Но за границу это не самое дешевое удовольствие. Уж поверьте мне. За эту сумму, придя сюда, вы можете полностью одеться и смотаться на хорошую рыбалку. Да-да-да. И еще и намного чего еще останется. То есть, в принципе, можно отдыхать и в России. Жалко, что не круглый год. Хотя и для круглого года здесь тоже есть вещи. Но об этих вещах мы поговорим чуть позже. Почему сюда приходите? А рядом? А рядом. Дешевле. Дешевле. И вкуснее, да? Да. Тут паяны, клиент. Вот так вот. И мы не говорим о человеках наших южноуральских. Люблю я их, и любят они меня. Но вопрос грамотен и интересен. Есть у меня други, отвалившие от уральских гор. Так вот, когда други приедут, и мы поедем на рыбалку, заехав в Агаповку. Ибо с друзьями говорить о текущей жизни мне не хочется. В принципе, до сюда доехать, ну, ровно 10 минут. Я просто реально посмотрел. Вот. Ну, естественно, аренда у нас не совсем такая, правильно? Да. Чуть ниже. Чуть ниже цены, да? То есть мы можем пригласить всех жителей города Магнитогорска и окрестностей для того, чтобы вы поняли часть событий, да? За сумму не весьма большую вы можете купить то, что доктор прописал в действительности. Да, можно. Еще мы делаем скидки постоянным нашим покупателям. То есть, в принципе, можно сюда приехать и получить удовольствие и от скидок тоже? Да, и от скидок тоже. А еще у нас магазин расположен в очень выгодном месте, по пути, так сказать. Мимо проезжая, если что-то вы забыли в городе, можете заезжать хоть к нам и купить у нас того же червя, опарыша, прикормка. Мы хотим съездить в Ирклуб, правильно? Мимо у вас, по-моему, дороги-то и нету. Да, все мимо нас едут. И приезжают к нам за червем, за опарышем, за прикормкой, за всякими ароматизаторами, силиконовыми рыбками, блеснами. В общем, то, что забыли дома, приезжайте к нам. Итак, ясно и понятно, что ясно и что понятно, что здесь в Агаповке все для рыбалки есть и для отдыха тоже, что здесь цены малосменее магнитогорских, что даже купив то, что необходимо, вы сумму большую в примерном составляющем от 20 до 50% сэкономите. А сумму сэкономленную можно залить в бак и проехать минимум сотку, то и более в места более интересные и лучшие с любимой сердцем рыбалкой. Итак, куда мы приехали? Мы приехали в Агаповку. Я сюда неоднократно приезжал и посмотрел, что, в принципе, и село у нас растет, и двигается. И почему нет? Почему я приезжаю в Агаповку постоянно? Ну, во-первых, в Агаповку я начал приезжать еще с 1986 года. Тогда здесь Орсы работали. И тогда надо было увидеть то, что весь товар, который продавался на селе, он был, мало ли, немножко круче, чем в Магнитогорск. Это были Орсы. Сюда я приезжал и за самолетами, естественно. Ну, тогда 40 минут надо было ехать до слева берега. Сегодня и сейчас 10 минут езды. Проезжаем по новой дороге, благодаря Виктору Филипповичу Рашникову, они ее построили, просто изумительно. Куда мы приезжаем? Улица Школьная, 1-1. Проходите, пожалуйста. Видите, народ идет, народ идет. Ой, спасибо большое, что вы нас смотрите. Да-да-да-да, мы приехали сюда. Магазин «Рыбачок». Потому что даже если вы не рыбак, хотя я-то рыбак в том числе, придя сюда, вы себе возьмете то, что нужно, и то, что стоит абсолютно недорого. Потому что здесь работает для вас. Ценники небольшие, товар шикарен. И, а давайте вы просто сюда придете и посмотрите, а потом мне напишите. Телефончик вы мой знаете, он в любом случае в конце эфира я вам показываю. Спасибо.